Друзья, всем привет! На связи Александр Кузин. Это новый выпуск OneMoscow. Творите до конца. Сегодня поговорим о стартах продаж последних двух месяцев. Поехали! У нас сейчас на дворе июнь 2022 года. И что у нас стартовало буквально в последние месяцы и что планируется в ближайшее время. Сегодня разберем 4 проекта, которые прям свежие, с пылу и жару, что называется. И поговорим про перспективы. Итак, первый проект Honest, который стартовал. Недавно у нас была закрытая презентация от компании Intec, известной компании на рынке недвижимости Москвы. Он находится как раз между Eleven и Redside. Проект на улице Сергея Макеева, в Пресненском районе, на Пресне. Вышли в закрытое бронирование. ДДУ будет в конце июня, обещает застройщик. Вышли, скажем так, достаточно небюджетно, скажем так, 600-700 за метр. Есть лоты за 800 за метр. Вышли с такой достаточно хорошей нарезкой, подсемейный формат больше. Не так много маленьких квартир. На закрытом бронировании мы успели забронировать несколько хороших лотов застройщик. Сейчас скоро будем выходить на ДДУ по ним. В первые две недели бронирования выбрали достаточно много лотов. Хотя мы не ожидали такой активности. Но место очень известное. Лаки, Redside и Eleven исчерпали себя в плане объема продаж, в плане объема квартир. А эта локация, она кушает людей, которые хотят жить на Пресне за адекватные деньги, не за миллион, за метр. И достаточно много. И даже в такое время, когда не очень высокий спрос, они есть. И поэтому, соответственно, вот сейчас уже на данный момент, когда мы снимаем видео, это начало июня, меньше 50-60 миллионов сложно найти квартиру. Перспективы проекта понятны. Я думаю, что будет достаточно хорошая вымываемость лотов. Я думаю, что все будет в порядке с проектом. Пока вот сложно на таком этапе еще, когда нет ДДУ, понять полностью продукт. При этом склонная к интегу качества, скажем так, такой хороший. Без кота может быть вау-эффекта, но само место, сам проект, без каких-то явных минусов, недочетов, в целом имеет место быть и, я думаю, займет место на полке хороших продуктов. Единственное, что, конечно, лотов за 30-40 миллионов, тот бюджет, который сейчас как раз такой ходовой, их очень мало. То есть, когда мы уже выйдем в ДДУ, их практически не будет. И это, конечно, минус. То есть, в основном, семейный формат, большие площади, соответственно, большой бюджет. Вот это, наверное, такой главный минус, потому что все-таки люди многие ждали такой небольшой нарезки, в том числе, чтобы недорогие бюджетные варианты, там, за 30-40 миллионов, их было больше. Итак, второй проект, это тоже проект от компании Интека, это Ильинка. Называют сейчас «Третий дом от Кремля». Вот фактически вышли в закрытое бронирование и сейчас уже официально в ближайшее время выходят в продажу. От где-то 1,8-2 миллиона за метр, ну, как я уже говорил, «Третий дом от Кремля». По формату такое, что-то царское, вот с отсылкой к Ивану Грозному, да, то есть вот туда. Очень приватно, в таком формате нескольких особняков, будет дом малоэтажно, элитарно, красиво. Особенно, наверное, ждут там чиновников, да, но чиновникам сейчас такие квартиры покупать нельзя, ну, скажем так, официально. Однако, ну, наверное, там какие-то топовые предприниматели, да, или люди, которые там имеют хороший капитал, в принципе, могут себе позволить. По планировкам, да, есть достаточно интересные лоты, мы посмотрели, процентов, наверное, 20-25 объема, интересно. Броне есть, даже за такие деньги. Если вам интересно что-то такое элитарное возле Кремля, можно посмотреть на Ильинку. Многие, кстати, люди, которые ждали Ильинку, ждут еще в Хамовников некоторых проектов, в частности, от Левела на Савинской набережной. От Колдин, от Руженька в переулке. Но пока по этим проектам все сыровато. Левел, на самом деле, мы встречались, у нас было несколько встреч рабочих таких, да. Сейчас пока вот все-таки еще дорабатывают продукт, выкатили недавно планировки. Планировки показались всем очень странными для дома с ценой 2 миллиона за метр. И пока вот от Левела на Савинской очень много вопросов. Пока нет РНС, поэтому в целом, если вы как бы не готовы там долго ждать, да, и все-таки не ждете от Левела чудес, для вас там 2 миллиона за метр это ок, и вы хотите что-то такое прям интересное, то, конечно, можно заходить. При этом я бы обратил ваше внимание на то, что выходило летом и в прошлом году, там тот же Лаврушинский, тот же там Мандарин Золотой сейчас, на самом деле, на хорошей стадии находится, с хорошими ценами. Те же там проекты, которые, в принципе, сейчас продаются, на них тоже можно обратить внимание, потому что они уже строятся, они уже имеют какую-то определенную стадию. Кстати, если вы прямо сейчас ищете для себя старт продаж, вы можете мне написать, и сегодня получите топ-5 вариантов для инвестиций, для сохранения капитала. А несмотря на то, что многие считают, что старт и продаж потеряли популярность, мы видим, что активность есть, она достаточно высокая. Она, конечно, ниже, чем до военной операции, но, тем не менее, она имеет место быть. Люди понимают, что сейчас нужно, собственно говоря, если у которых есть капитал, хотят заходить по очень классной, интересной цене. А я считаю, что застройщики чуть умерили пыл, да, они не выходят уже с неадекватными какими-то ожиданиями, выходят достаточно в рынке, скажем так. И поэтому прямо сейчас пишите, прыгайте в описание, нажимайте на WhatsApp, можете лично мне написать слово топ-5, и мы прямо сегодня предоставим вам информацию, в том числе о закрытых стартах, которых нет в общем доступе. Следующий проект, о котором я хочу поговорить, это проект Republic от компании Forma. Компания Forma активно развивается, проект First мы уже активно продавали, соответственно, у нас были там очень хорошие результаты по нему, и клиентам многим этот дом понравился. И там, в принципе, все хорошо по стройке, как мы знаем. Компания Forma выкатила, наверное, такое сердце, всю душу, всю свою любовь отдали проекту Republic на Пресне, Пресненский вал 27, большая площадка, мощная площадка, имиджевая, очень такая сильная, классное большое место. По сути дела, это настоящая Пресня, это находится на Тишинке, при этом недалеко Белорусская. И на этом проекте мы являемся отделом продаж застройщика, то есть мы там и несколько еще агентств, свой отдел продаж застройщик не делает и работает через брокера. Можно будет прям прийти на проект, на проекте очень классный, красивый офис. Я, если честно, когда нам показали офис, это, наверное, первый старт продаж, когда есть классный офис, да, есть очень хорошие условия, можно прийти, посмотреть спокойно шахмутку, попить кофе, полюбоваться этим красивым местом. Когда там сейчас проезжаете мимо площадки, там такой большой, большой забор, и за этим забором вообще ничего не видно. То есть когда вы приезжаете на площадку, вы ощущаете, что как будто вы где-то вообще там, не на Пресне, а где-то вообще находитесь, там, чуть ли не за городом, потому что там птички поют, там, своя атмосфера и так далее. Поэтому обязательно напишите нам запрос, можете написать, соответственно, также мне в описании, там, Republic, да, или Пресне 27. Мы вам отправим информацию. Ожидали, что будет выходить где-то 600-620 за метр, а застройщик вышел 500-600 за метр. Есть даже сейчас лоты, например, двуспальные, трехспальные квартиры, 520-530 за метр. А это сейчас цена проекта достижения, который находится на ДНХ, это цена проекта Афипар, который находится в 40 минутах от центра города. А тут вы за 520 за метр получаете Пресню в 18 минутах от Патриарших прудов, в 8 минутах до Белорусской, и, собственно, можно в Шереметьево ехать спокойно на аэр-экспрессе. В пешей доступности, ну, от Сити можно даже пешком дойти до Сити, да. То есть это такая настоящая Пресня. И это, в отличие от Оноста, это действительно другое место, оно чуть поцентрее, чуть поэлитарнее, хотя многие думают наоборот, но это на самом деле не так. Они просто проекты разные, на самом деле, для разных немножко аудиторий. Ну и нет шума из Венигородки, да, есть все-таки Тишинские переулки, приятные, где за 5 минут можно дойти до очень красивого католического собора. Мы в обзоре по Пресне, который вот несколько недель назад вышел, мы как раз об этом говорили. По проекту Репаблик все достаточно активно. Я вам не могу открывать цифры по бронированию, но скажу, что бронирование идут достаточно активно. То есть у нас по 15 лотов каждые несколько дней вываливаются, и большая часть из этих лотов, соответственно, сразу уходит в бронирование. Выполняется план, мы даже чуть превзошли ожидания по продажам и по броням. Бронь платная, то есть вы фиксируете лот, и уже когда будет ДДУ, через несколько недель, буквально это уже с 20 июня мы начинаем подписывать ДДУ, уже выходите на сделку. На объекте будут очень классные условия, ипотечные, это будут прям хорошие условия. Они будут интереснее, чем на многих других проектах. То есть будет доступна ипотека, будет доступна стопроцентная оплата. Ну, возможно, через какое-то время появится рассрочка, но пока спрос и интерес к проекту очень высокий. Я бы сказал, один из самых высоких на рынке за последнее время по стартам продаж. Потому что мы, опять же, продаем все проекты, кроме проектов, где мы являемся отделом продаж застройщика, мы еще и работаем по другим всем проектам. И мы, на самом деле, не видели давно такой активности. Конечно, мы к этому проекту готовились очень долго, его ждали, и его ждал весь рынок. А, наверное, очень сильно повезло, что и застройщик вовремя сориентировался, что достаточно много хороших, небольших, 1-2 спальных квартир. То есть, например, есть студии. Мы там, например, первые студии бронировали по 18-19 миллионов. Вы можете себе представить, студия на Пресне, 18-19 миллионов, односпальная квартира, там, чуть дороже 20 миллионов. Сейчас там 25-30, можно хорошую односпальную выбрать. Двуспальные там 520 за метр, да, это очень классная цена. Есть трехспальные, есть террасы, можно выводить объем. И вот мы недавно выводили клиенту, ну, опять же, я сейчас такое, беру на себя там некий рис, как бы, может быть, нам не стоит говорить, да, но мы выводили по очень классной цене за метр. Поэтому, опять же, если вам интересен какой-то редкий лот, например, который на стартах вообще, в принципе, невозможно вывезти, пишите, мы попробуем под ваш запрос. Можем даже и пентхаус вывезти, и квартиру с террасой по цене существенно ниже, там, чем миллион за метр, потому что обычно такие лоты с видом на Сити, да, на Центр, да, на Пресне, они стоят там сильно за миллион или там ближе к миллиону. Здесь цена будет, конечно, выше средней цены по проекту, но она будет адекватна рынку и адекватна текущим условиям. И четвертый проект, про который я хочу поговорить, это проект, который тоже мы сейчас взяли активно в работу, это такая некая наша жемчужина, которую мы долго ждали и искали. Это проект у воды, проект, когда ты туда приезжаешь, да, ты оказываешься в каком-то загородном формате, это то ли Сергий в посад, то ли Владимир, то ли какое-то смешение русских городов, да, и не совсем похоже на Москву. Ну, 20 минут от Центра ехать до этого объекта. Это проект Примавэра от застройщика Спартак. Застройщик, как вы знаете, построил стадион Спартак и город на реке Тушино в 2018, продал несколько площадок Пику, ФСК и проекту Алия, и оставил себе возле набережной самый классный кусок, и там, соответственно, сейчас застраивает первую, вторую очередь проекта Примавэра. Вышла вот буквально на днях, вторая очередь. Есть лоты, которые можно там купить за 330-370 за метр, то есть цена очень классная. Цена еще прошлого года, старта в проектах бизнес-класса, ну, про премиум я уж не говорю, там, можно найти хороший видовой лот, есть классные лоты видовые на воду, на парк, готовая инфраструктура и реально, ну, очень маленький, небольшой формат. Буквально на один дом, там, на одну очередь, там, несколько сотен квартир, подходят все виды ипотеки, есть классные субсидированные программы. Проект, о котором мало кто знает, на самом деле, и мало кто вообще там был. Мы также являемся офисом продаж застройщиков, и вы можете прийти к нашим менеджерам навстречу, мы вам покажем, расскажем, отведем в самые живописные, уютные места, которые вы, на самом деле, не сможете, как бы, понять, приехав сюда на машине. Проект Примавэра, я оцениваю высоко потенциал его роста. Понятно, что проект будет, там, в течение двух лет строиться, развиваться, и рынок пройдет несколько стадий за это время. Я вижу, что в этом проекте мы как раз можем получить очень хороший прирост, там, 35-40% к стоимости. Он подойдет и для сохранения капитала, и очень хорошо подойдет для себя, и потенциально для инвестиций тоже может высказать, дать хороший результат. Очень сложно найти аналоги. Мы неделю занимаемся проектом, к нам приезжают из острова, к нам приезжают из Ильи соседней, да, и так далее. И там действительно вот как бы большая вода, да, река напротив Строгино, парк, вся готовая инфраструктура 20 минут до центра. И очень удобно ехать там в аэропорт. Ну, то есть она и логистически, и инфраструктурно, и продуктово, ну, просто попадает абсолютно во все потребности. Ну, и, в принципе, мы видим по встречам, то есть каждая вторая встреча заканчивается бронью и сделкой. Мы видим, что когда на самом деле продукт такой не очень хороший, да, обычно там одному клиенту из пяти нравится, скажем так, проект. Он ему заходит, да, он чувствует, что это его продукт. Здесь каждому второму клиенту заходит продукт. Это очень редко на рынке сейчас в Москве. Нам действительно повезло, что мы как бы взяли такой объект работы, мы его нашли, разглядели, потому что я иногда даже там не ездил в последние годы в Тушино, да, не видел, как там все разрослось, какие там сейчас есть опции. И многих там смущает, на самом деле, Холланд парк рядом или Алия, там и так далее, то, что там много домов, вот на самом деле, еще раз, проект, если вы правильно его посмотрите, там, он находится прямо на первой линии, немножко в отдалении от других новых проектов. При этом это единственный реально жилой кластер из современных домов. То есть даже в Хамовниках, даже там на Пресне, в других местах, которые стоят там 800 миллион за метр, нет такого, нет такой однородности. Там есть эта однородность, то есть все новое, очень много инфраструктуры, куча детской, спортивной инфраструктуры. И это делает это место реально таким достаточно уникальным для тех, кто вот хочет именно такую вот загородную атмосферу, такое вот спокойствие, ориентацию на семью и так далее. Если вам интересен этот проект, тоже пишите запрос. Соответственно, можно написать просто Primavera или топ-5 вариантов для сохранения капитала. Мы в том числе в этих топ-5 пришлем этот проект. Ну что ж, друзья, если говорить про выводы, мы видим, что на рынке появляются новые проекты, появляются в основном в сегменте бизнес-премиум, но и у Интека вышла и линка, это, скажем так, единственный старт в элитном сегменте. В ближайшие 2-3 месяца есть определенные там некоторые старты продаж. Например, мы ждем на Академика Королева 13, недалеко от достижения старта проекта с апартаментами, которыми мы тоже будем заниматься. Мы ждем от левела в хамовниках проекта, мы ждем еще несколько проектов интересных, которые пока я не могу подсвечивать. Однако того, то есть количество стартов продаж, которые было там год-два назад и даже полназад, уже нет. Вымываемость лотов имеет место быть, нового объема очень мало, поэтому если вы думаете купить сейчас или в сентябре, я бы рекомендовал все-таки покупать сейчас, выбирать, если действительно подходит, и вы находите продукт, который вам откликается, покупайте, да, потому что сейчас реально средств, куда вложить деньги, инструментов очень мало. Если вы там хотите подождать, вы можете подождать, однако, да, может быть, цены там не сильно скорректируются, они сейчас там особенно не сильно растут, да, при этом там застройщики сейчас дают скидки, то есть сейчас как раз хорошее время купить для себя, для жизни там и для инвесторов в том числе. В сентябре ситуация начнет уже существенно выправляться, да, и застройщики опять будут потихонечку поднимать цены, и, возможно, не будет того объема. Цена там не сильно поменяется за два месяца, да, не сильно вырастет, при этом, возможно, того интересного ликвидного объема не будет, потому что мы даже по репаблику смотрим, мы видим, что как бы классные лоты по хорошей цене за метр, они уходят сразу. Вот именно есть риск в том, что у вас как бы вроде будут деньги, и вроде вы будете видеть нормальные проекты, но вы, например, там не сможете найти классную планировку или там огненную цену за метр, которая была два месяца назад. Это очень важно, на это обязательно обращайте внимание. С вами был Александр Кузин, спасибо, надеюсь, было интересно. Напишите в комментариях обратную связь, какой из проектов вам больше всего понравился, больше всего приглянулся. И пишите свои мысли, идеи, что нам еще снять. Сейчас лето, классное время для съемок. Будем стараться для вас выходить раз в неделю, да, и радовать вас интересными новыми новостями и проектами.